Меня зовут Воронов Александр, я продакт-менеджер компании IP-MATIKA. Со мной Олег Левицкий, старший инженер компании IP-MATIKA. И сегодня мы вам расскажем про линейку VoiceOver IP шлюзов компании IP-MATIKA. Это новая линейка в нашем портфеле продуктов. И мы подробно разберем оборудование, посмотрим, как оно настраивается коротко, посмотрим партнерскую программу, проектную политику, ну и поговорим, ответим на вопросы в конце нашей презентации. Надеюсь, что они будут, соответственно, вам будет все понятно уже по данному виду оборудования, по данной линейке. Давайте для начала вспомним коротенько, зачем нам в принципе требуются такие устройства, как VoiceOver IP шлюзы. И, собственно, устройства на самом деле достаточно простые, и цель у них также несложная. Всем известно, что телефонная связь на территории Российской Федерации и, в принципе, во всем мире, она эволюционировала от налоговых систем к цифровым, далее к IP-системам телефонной связи. И на этапе этого пути использовались совершенно разные соединительные линии и терминальные устройства, ну, в том числе телефонные аппараты. Данные устройства в большом объеме устанавливались и использовались на территории нашей страны. Таким образом, мы на многих объектах, даже в настоящее время, когда уже связь мигрировала в сторону IP, есть очень много облачных решений, есть программные продукты, но, тем не менее, телефонные аппараты, терминальные устройства на многих объектах остались в том виде, в котором были приобретены ранее, значит, в них были вложены средства, и эти устройства являются аналоговыми телефонными аппаратами, самыми простыми, кнопочными, иногда даже с дисковым номеронабирателем, с тональным, либо импульсным набором. Это что касается терминальных устройств. Если говорить о соединительных линиях между АТС и тем объектом, на котором установлена телефонная станция заказчика, то также, особенно в регионах, мы можем встретить такие возможности по подключению городских телефонных линий в аналоговом исполнении, то есть аналоговые соединительные линии могут использоваться для этого. Либо могут использоваться также интерфейсы по каналам Е1 с сигнализацией ISDN-PI, также для передачи голоса и подключения к телефонным станциям с такого рода интерфейсами. В сущности, для того, чтобы сопрягать современную телефонную станцию, работающую по IP, с устаревшими интерфейсами систем связи, как для непосредственно терминальных устройств, то есть телефонных аппаратов, так и для соединительных линий устаревшего типа, используются VoiceOver IP-шлюзы. Например, если у нас есть на объекте большое количество аналоговых телефонных аппаратов, мы, соответственно, можем использовать VoiceOver IP-шлюз с FACS-интерфейсами, подключить эти телефонные аппараты к данному шлюзу. И далее шлюз через IP по SIP-протоколу уже общается с IP-ATS. И далее, соответственно, всю информацию передает также по SIP-протоколу оператору связи, работающему по IP. Либо обратный вариант, когда у нас имеется, например, оператор связи, в распоряжении которого находятся только лишь аналоговые линии, либо цифровые линии с каналом E1, сигнализация SDN-PRI. Мы также можем подключить соответствующий тип шлюза, в который приходят либо аналоговые соединительные линии по интерфейсу FX-SOS, либо цифровые соединительные линии по каналу E1, сигнализация SDN-PRI. И дальше конвертировать данные сигналы, данные вызовы уже непосредственно через SIP, телефонную станцию, например, телефонную станцию E-Star, которая уже далее будет работать с терминальными устройствами, подключаемыми по SIP-протоколу, внутри IP-сети. То есть назначение VoiceOver IP-шлюзов достаточно простое. Это объединить телефонные сети устаревшего типа, аналоговые и цифровые, с современными телефонными сетями, построенными на базе протокола IP и SIP. В качестве вариантов использования данных шлюзов мы легко можем представить ситуацию, когда у нас, например, на каком-либо объекте заказчика имеется телефонная станция, цифровая, например, либо даже и более продвинутая в техническом плане IP-телефонная станция, имеющая достаточно большое количество абонентских комплектов, то есть плат с интерфейсами, соответственно, FXS, FXO, либо E1, сигнализация SDN-PRI. В настоящее время в связи с уходом западных вендоров с российского рынка расширение, модернизация, как частичная, так и полная на данных объектах с установленным оборудованием западных вендоров является местами и периодически достаточно проблематичным. Где-то сложно найти абонентские комплекты, где-то сложно подобрать решения для повышения функциональности. Здесь, безусловно, может помочь возможность использования VoiceOver IP-шлюза. Если нам, например, нужно увеличить количество аналоговых подключений к телефонным аппаратам, и у нас отсутствуют соответствующие абонентские комплекты для той АТС, которая используется на объекте заказчика, мы можем использовать VoiceOver IP-шлюзы с интерфейсами FXS в необходимом объеме. При этом в самой телефонной станции для этого нам достаточно будет иметь только лишь свободные лицензии для подключения СИП-абонент. В другом варианте, когда у нас станция, например, абсолютно не IP, то есть она цифровая, с интерфейсом, например, E1-ASD-NPI, мы можем использовать для такого рода расширения комплект на базе телефонной станции E-STAR и VoiceOver IP-шлюзов IP-матика, с помощью которого мы подключим дополнительную абонентскую емкость аналоговую и свяжемся с имеющейся телефонной станцией по каналу E1 с сигнализацией ASD-NPI. Настроив, соответственно, нумерационный план обоих станций удобным для нас образом, мы таким способом получаем расширение абонентской емкости в необходимом объеме. То же самое можно сказать и про расширение с точки зрения остальных типов интерфейсов, как FXO, так и E1. В случае необходимости полной модернизации на объекте заказчика, мы также можем использовать необходимый объем VoiceOver IP-шлюзов с нужным количеством портов и телефонную станцию, например, опять-таки E-STAR в качестве центрального узла системы. При этом мы получим, получается, что сохраняем все ранее вложенные инвестиции в терминальное оборудование, в телефонные аппараты, те линии связи аналоговые, которые были проложены ранее, и меняем ядро системы на более современное оборудование, предоставляющее более современный сервис. Таким образом мы можем использовать VoiceOver IP-шлюзы IP-матика в разного рода проектов для расширения абонентской емкости, либо для полной модернизации объекта. Телефонные VoiceOver IP-шлюзы IP-матика представлены в достаточно широком ассортименте. В настоящее время мы предлагаем уже с нашего склада телефонные VoiceOver IP-шлюзы на 4, 8, 16, 24 и 32 порта FXS и 4, 8, 16 портов FXO, и также на 1 и 2 порта, которые работают по каналу E1 с сигнализацией ISDNP-Ri. Аббревиатура этих шлюзов проста и понятна. Первые три буквы IGV расшифровываются как IP-матика Gateway, далее следует цифра, которая сигнализирует нам о количестве портов, возможных для подключения на данном устройстве. И следующая цифра говорит о том, какого рода, какого типа эти порты, FXS либо FXO. Например, шлюз IGV-400, это, соответственно, IP-матика Gateway шлюз на 4 порта FXS. IP-матика Gateway шлюз 410, это шлюз на 4 порта сигнализации FXO. Соответственно, такая же логика присутствует в наименовании и нумерации следующих моделей. Кроме того, мы ожидаем в августе, в начале августа, где-то, может быть, в период с августа по сентябрь, расширение предлагаемой линейки VoiceOver IP шлюзов, то есть они уже будут при этом в этот период у нас на складе, и появятся новые модели на 48, 72, 96, 120 и 144 порта. То есть появятся модели высокой плотности, которые можно также использовать в своих проектах для модернизации крупных объектов с большой аналоговой инфраструктурой. Вот таким образом мы сейчас можем увидеть на экране, как выглядит устройство повышенной плотности с большим количеством портов для подключения телефонных аппаратов и, соответственно, аналоговых соединительных линий на 16, 24 и 32 порта. Поддерживается в данных устройствах настройка вызывного напряжения портов, настройка параметров сопротивления линии, осуществляется возможность переадресации вызова по разным критериям, а также обеспечивается поддержка возможностей как тонального, так и импульсного набора, как с терминальных устройств, так и в линию. И третий тип сигнализации для VoiceOver IP шлюзов, которые у нас предоставляются, это как раз шлюзы, работающие по каналу E1, сигнализация SD-MPRi. Таких устройств у нас два пока, на один канал и на два. Они также имеются на складе, можете их приобретать. И в перспективе мы планируем также расширение данной линейки устройств вплоть до 63 каналов E1. Будем делать это постепенно и продолжать наращивание данной линейки в этом году и в следующем году также такие планы имеются. Интерфейс управления VoiceOver IP шлюзами IP-MATIC полностью на русском языке. В каждой коробке, которая приходит с оборудованием, имеется краткое руководство к подключению VoiceOver IP шлюза. На нашем сайте имеется подробное в электронном виде руководство по эксплуатации, также на русском языке, где подробно расписаны все команды, все настройки по подготовке шлюза к работе. И более того, необходимо отметить, что каждое устройство, каждый VoiceOver IP шлюз имеет настройки по умолчанию всех своих параметров в соответствии с базовыми требованиями для российских сетей. То есть многие настройки в шлюзе уже сделаны по умолчанию, изменять их в общем случае не требуется, можно ограничиться достаточно небольшим количеством настроек, и шлюз уже будет готов к работе. Обеспечивается в рамках системы управления VoiceOver IP шлюзами IP-матика простая и удобная настройка и мониторинг устройств с помощью специальных протоколов. Кроме того, хотелось бы отметить, что помимо VoiceOver IP шлюзов от IP-матика, как вы знаете, у нас также есть линейка VoiceOver IP шлюзов EASTAR, и, собственно, при такой не очень, так сказать, малореальной ситуации, мы стараемся склад всегда поддерживать в необходимом объеме, в достаточно большом для наших партнеров. Но если случится ситуация, когда требуется какое-то количество определенное VoiceOver IP шлюзов, либо EASTAR, либо IP-матика, нужного количества почему-либо на складе в настоящий момент нет, то вы можете легко, соответственно, заменить одни шлюзы другими для решения ваших текущих задач в проекте. Соответствие этих шлюзов очень просто понять. Фактически оно представлено в таблице, и на примере, например, VoiceOver IP шлюза на 4 FXS порта мы можем увидеть, что наименование практически идентичное, что VoiceOver IP шлюза EASTAR, что VoiceOver IP шлюза EASTAR. EASTAR называется TA-400, шлюз IP-матика называется IGW-400, то есть 4 FXS порта. Аналогично для FXO портов. TA-410 4 FXO порта, IGW-410 4 FXO порта. То есть все просто и понятно, очень, так сказать, похожие наименования для удобства наших партнеров. Посмотрим в сравнении с нашим традиционным конкурентом компании Grandstream на некоторые ключевые параметры и возможности линеек VoiceOver IP шлюзов. Здесь мы можем отметить, что VoiceOver IP шлюза EASTAR имеет существенно большую абонентскую емкость, то есть к ним можно подключать и 48, и 72, и 96 портов, и 120, и 144 порта. Таких аналогичных VoiceOver IP шлюзов у компании Grandstream мы не видим. Кроме того, существуют дополнительные возможности по подключению физических интерфейсов. В частности, VoiceOver IP шлюзов IP-матик можно подключить до 4 LAN портов устройств. И можно осуществлять удобный мониторинг с помощью SNMP протокола целых трех версий. В соответствии с этим можно определять состояние устройств, мониторинг устройств осуществлять в удобном виде. Также немаловажным являются следующие параметры, как возможность использования тонального и импульсного набора для телефонных терминальных устройств и линий, а также длина линии. В частности, VoiceOver IP шлюза EASTAR позволяют подключать устройства на расстоянии до 5 км, Grandstream, соответственно, до 2. И гарантия на все VoiceOver IP шлюзы EASTAR предоставляется на 3 года, в отличие от 1 года у компании Grandstream. То есть оборудование надежное, дальнобойное, устройства можно подключать далеко, кабели использовать, которые находятся и проложены в неблагоприятных условиях, в том числе и в телефонных колодцах по улице. Соответственно, также VoiceOver IP шлюза EASTAR обладают хорошей грозозащитой, то есть порты надежно защищены. И по данному параметру даже можно дополнительно запросить при необходимости установку более усиленных устройств грозозащиты с повышенными защитными, так сказать, модулями, которые выдерживают более высокое напряжение и предоставляют большую защиту при работе в неблагоприятных условиях каких-то посторонних токов, которые могут воздействовать на оборудование. Далее, коллеги, у нас будет небольшая часть, посвященная настройке VoiceOver IP шлюзов. Вы увидите, как это сделать легко и просто. Я передаю слово моему коллеге, Олегу Левицкому. Он вам сейчас расскажет более подробно про этот процесс. Добрый день, коллеги. Рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Хотел бы рассказать о настройках шлюзов компании Pimatico. Настройки шлюзов выполняются через веб-интерфейс. Веб-интерфейс интуитивно понятный. В данный момент большинство функционала переведены на русский язык. Переведено как бы все, но с каждой версией прошивки мы ведем доработку этого перевода, поскольку значений много и сложность высокая. Шлюзы работают по протоколу SIP. Шлюзы могут подключаться к любому оборудованию, любым АТС, будь то 30X, или Asterisk, или Ястар, или даже Grandstream, или какие-то другие АТС, которые поддерживают протокол SIP. Данные шлюзы с этими станциями совместимы и могут работать в трех режимах. Режим первый – это создание транка, создание линий peer-to-peer с авторизацией по IP-адресам, то есть без необходимости регистрации по SIP-протоколу. Режим второй – это режим SIP-сервера. Когда шлюз является SIP-сервером, на нем формируются учетные записи SIP, и линия со станции регистрируется на учетной записи этого шлюза. Режим третий – когда сам шлюз может линией регистрироваться на станции, либо на каком-то провайдере. Данные три режима покрывают возможности в различных вариантах реализации транков, подключения транков либо к провайдеру, либо через систему NAT, либо из внутренней серой сети, через внешний IP-шник. И настройка их с помощью веб-интерфейса производится очень просто. То есть создается учетная запись на шлюзе, и на нее регистрируется станция. Либо наоборот. В данном случае, на данном слайде, показан режим SIP-аккаунта на шлюзе. Это шлюз FXO 1610. Далее. Необходимо произвести настройку порта, то есть со стороны SIP мы настраиваем учетную запись, либо транк, со стороны аналоговой части мы настраиваем порт. Будь то либо FXS порт, либо FXO порт, или цифровой порт PRAI. Если это FXS порт, эти порты также имеют возможность отдельно регистрироваться на SIP-сервере. Если это FXO порт, то для каждого FXO порта создается своя отдельная учетная запись SIP. Либо наоборот, FXO порт может регистрироваться на SIP-сервере. В зависимости от того, какие требования для реализации, так и необходимо делать настройку. С одной стороны мы создали SIP-запись, с другой стороны мы создали порт. Соответственно, дальше мы настраиваем маршрутизацию в одну и в другую сторону. Соответственно, все. Настройка шлюза завершена. То есть буквально как бы 4 действия, и настройка порта для шлюза выполнена. С помощью веб-интерфейса. Как результат, результирующая страница мониторинга линий, представлена на данном слайде. То есть статусы всех аналоговых линий, статусы цифровых и SIP-линий, они будут отображаться в отдельной консоли с параметрами и статусами подключений. Также я хотел бы рассказать о том, что кроме ручной настройки шлюзов с помощью веб-интерфейса, существуют еще средства централизованной настройки шлюзов с помощью программного обеспечения. Они сейчас дорабатываются и в ближайшее время, надеюсь, как бы они будут представлены. Также шлюзы настраиваются с помощью системы AutoProvision. Есть существующие конфигурационные файлы в текстовом формате, которые могут быть по опции 66 переданы с загруженность сервера, централизованного сервера провиженинга. И эта конфигурация может быть централизована, применена к различным шлюзам для автоматической настройки. Еще также есть вариант с помощью настройки PTR-069 и по протоколу SNMP-V3. В частности, облачная система для централизованной настройки и мониторинга, она использует протокол SNMP-V3. И в данном случае более расширенная информация, она будет в скором времени опубликована на наших интернет-ресурсах. Может быть, будем выпускать вебинары по централизованной настройке, по автопровиженингу. Ну и появится статья на Хабре, обобщающая о данных шлюзах, о настройке. И таким образом мы будем просвещать нашу аудиторию о способах настройки и использования данного оборудования. Вы сейчас услышали, каким образом практически в четыре движения настраивается пользование IP-шлюз. Все достаточно просто на русском языке, есть обширная документация также на русском. При этом все основные базовые настройки уже по умолчанию производителям сделаны таким образом, что они соответствуют всем требованиям российских телефонных сетей. То есть у вас при использовании, при эксплуатации, при включении в проект VoiceOver IP-шлюзов IP-батика никаких не возникнет проблем с тем, чтобы эффективно и быстро инсталлировать, установить данные шлюзы и решить задачу по модернизации инфраструктуры связи заказчика. Хочу отметить еще раз ключевые преимущества линейки VoiceOver IP-шлюзов IP-матика. Это, во-первых, три года гарантии. Мало кто предоставляет такой срок гарантии на VoiceOver IP-шлюзы. При том условии, что к этим устройствам подключаются, как я уже ранее говорил, соответственно, аналоговые медные линии связи, которые могут быть проложены не только по помещению, но и в неблагоприятных условиях, в колодцах. На них могут воздействовать различные токи внешние, в том числе и разряды электричества. Но здесь оборудование очень надежное, поэтому производитель три года гарантии предоставляет. Также линейка VoiceOver IP-шлюзов обеспечивает подключение до 144 портов, то есть имеется устройство высокой плотности портов. Используя такие устройства, вы можете существенно сэкономить на стоимости оборудования, стоимости решения для заказчика, поскольку с увеличением количества портов, соответственно, стоимость порта традиционно сокращается. VoiceOver IP-шлюзы предлагают возможность подключать терминальные устройства на расстоянии до 5 км. что является достаточно большой длиной линии и могут телефоны на большом удалении включаться. Улучшенная гроза защиты может быть использована. Мониторинг по SNMP-протоколу. Ну и, безусловно, мы предоставляем полную проектную поддержку при реализации вами проектов. На этом у нас в целом все, коллеги, по новой линейке VoiceOver IP-шлюзов. Хотелось бы еще отметить один момент и показать вам дополнительный ресурс, которым вы можете воспользоваться и просмотреть подробно технические характеристики VoiceOver IP-шлюзов IP-матика, а далее перейти с данного ресурса на наш сайт, на сайт IP-матик, в котором уже изучить более подробно все нужные детали, связанные с нашим линейкой шлюзов. Одну минуточку, я переключу режим. Если вы перейдете на страничку ipmproducts.ru, это страничка лендинга. На данной странице вы можете просмотреть имеющийся ассортимент, имеющаяся линейка VoiceOver IP-шлюзов. Соответственно, нажав кнопочку «Подробнее», вы проваливаетесь уже на ресурс наш, ipmatic.ru, и далее вы оказываетесь непосредственно в карточке того продукта, который вы выбираете, и можете изучить все его характеристики. То есть, вот такой дополнительный для вас ресурс имеется. Пользуйтесь и оценивайте возможности использования в проектах данных устройств. А теперь мы немножечко поотвечаем на вопросы, с вашего позволения. С какими еще АТС была протестирована работа шлюзов? С Агатом, с Ястар, с 3CX? Ну, то есть, пока у нас есть реальные, так скажем, таблицы тестирования с указанными АТС, то есть с АТС компаниями Ястар, программной платформой 3CX, с АТС российского производства Агат, ну и в перспективе, безусловно, мы будем в случае использования в ВСР-IP шлюзов с другими телефонными станциями, мы будем такую статистику набирать, и при необходимости, при вашем таком желании, можем с вами поделиться этими результатами. В шлюзах на 96 и 144 FXS портов сколько одновременных разговоров? Неблокируемая схема, то есть, используется. Столько, сколько будет заявлено разговоров в текущий момент времени, столько будет обслужено. С КАИКС Панасоником нет, не проверяли, у нас нет Панасоника. Вы прислали список пожеланий, доработок. Вот, этот список я сформулировал, отправил как бы на завод. Да, будем это все дорабатывать, просто это нужно обсуждать детально со всеми участниками, которые проводят доработку и программного обеспечения, всего-то немного сложно получается. Но вот с Панасониками точно не проверяли, потому что у меня нет Панасоника. Если необходимо провести тестирование с какой-то конкретной моделью Панасоник, и такая модель у вас имеется на объекте, либо еще где-то там, допустим, в лаборатории вашей, мы, безусловно, можем предоставить соответствующую модель шлюза для такого тестирования, чтобы совместно с вами уже и протестировать, и, соответственно, собрать статистику, сделать соответствующий документ о тестировании, и в дальнейшем использовать его также для реализации проектов и для демонстрации возможностей. Дальше вопрос. Какие отличия шлюзов от EASTAR, например, на два порта и на один порт E1, на SDMPRi? Глобальное отличие заключается в сроке гарантийного обслуживания, то есть на шлюза IPMATIC мы предоставляем три года гарантии, безусловно, но и также проектная защита, и также уровень маржи партнера тоже здесь более, так скажем, интересные при реализации шлюзов IPMATIC. Абоненты шлюза FXS могут между собой созвониться, если будет недоступна IPATS. То есть шлюз должен использоваться в автономном режиме как отдельная станция? Есть ли такая возможность, да? Да. На данный момент возможности как бы нет такой, но если необходимо, ее можно там в шлюзе активировать, и это будет работать. То есть потенциально она существует, но активация не сделана. Ну то есть данная функция требует доработки, то есть этот вопрос мы можем обсудить и сделать. Если такая потребность в каком-либо проекте реально существует, соответственно, вы можете написать нам письмо, в каком виде это должно работать, мы, соответственно, дальше обсудим возможность реализации данного функционала. Я думаю, что ответ будет на такой запрос достаточно быстрый. Либо это возможно, либо нет, но то есть затягивать не будем. Передача статуса аналогового абонента поддерживается для программирования клавиш BLF? Здесь, наверное, имеется в виду Субскрайб и Нотифай. Если Субскрайб и Нотифай, да, это поддерживается. Далее вопрос. Можно ли настраивать шлюзы ВТС и Стар через Автопровизион? Нет, нельзя. Если пропадает связь шлюза со станцией, какая будет внутренняя нумерация? Ну, скорее всего, нумерация будет такая же, как и на станции была предварительно установленная. Ну, то есть ее составили на станцию, нумерацию, она как бы никуда не денется. Нумерация станции, она от шлюза не зависит. Давайте тогда этот вопрос тоже мы ожидаем по e-mail, чтобы уже на него ответить более четко. Какая РРЦ на шлюз 96 портов? На линейку шлюзов, начиная с 48 портов и до 144 портов, ценообразование пока не опубликовано, поскольку мы ожидаем данную линейку в августе-сентябре. Но я думаю, что где-то к концу июля мы уже полностью обновим прайс-лист с учетом этих новых моделей и выложим соответствующие карточки продуктов на наш ресурс. Что значит улучшенная грозозащита? Кросс грозозащиты уже будет не нужен. Улучшенная грозозащита означает следующее. Производитель оборудования может включать в свои устройства грозозащитные элементы одного или другого типа. В соответствии с требованиями по конкретному проекту, данные устройства могут предоставляться либо в менее защищенном, либо в более защищенном варианте грозозащитные элементы. Соответственно, если есть конкретные требования по конкретному проекту об усиленной защите, Это нужно отразить в запросе к нам для определенной партии шлюзов под проект, и данная задача будет реализована. При этом стоимость, скорее всего, не изменится этих устройств, то есть она будет по той же цене. Больше вопросов нет на сегодня. Если у кого-то еще они дополнительно появились, то, соответственно, ждем. Пожалуйста, спрашивайте. Если, например, вопросов уже больше сегодня не будет, то все равно у вас всегда есть возможность задать их по электронной почте, либо позвонить телефон. Значит, тут я по БЛФ сделаю немного отступления, что статус БЛФ, он передается АТС на IP-телефон. То есть телефон формирует субскрайб на АТС, да, АТС уже отвечает статус либо вызове. Насколько тут шлюз будет участвовать в этом процессе, но он также будет участвовать в этом процессе, и как бы станция будет тоже передавать в данном случае статус БЛФ, вне зависимости от того, какие IP-телефоны будут на той стороне. Коллеги, на этом наша презентация завершается. Спасибо всем огромное, что пришли. Вопросы ваши ожидаем по электронной почте, либо по телефону. Еще раз всем огромное спасибо.